Приготовление завтрака начинается с пробы сливочного масла. Как поведёт себя в воде? Растворится или останется на поверхности? Это молочный продукт, который можно употребить. Я спокойно буду именно за детей, что у нас заболят животы. А это уже лабораторные исследования. Во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации берут на анализы сотни образцов молока. По данным органов госнадзора, каждая третья бутылка молока – заменитель. В последнее время на рынке появились заменители молочного жира на основе животных, которые на данный момент очень трудно выявить. Ужесточить контроль за качеством продукции решили в Министерстве сельского хозяйства. Наименование должно быть написано в отдельной графе, в отдельном поле с выделением контрастным шрифтом, обязательно с указанием на наличие в продукте растительных и в том числе пальмовых масел. Если это лишь имитация, на упаковке должна быть особая яркая метка. Формулировка чёткая – молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. В названии нельзя будет использовать такие понятия, как сырочек, творожочек, сметанка. То есть обязательно должно название соответствовать требованиям технического регламента. Рынок на юге Москвы. Цены высокие, продукты якобы фермерские. Продавец настаивает. Творог натуральный, без добавок. Покупаем фермерский творог на развес и в упаковке. Отправляем пробы в лабораторию Роспотребнадзора. В твороге, произведённом официальным производителем, жиров растительного происхождения не обнаружено. В твороге, приобретённом на рынке, обнаружены жиры растительного происхождения. А это подмосковное фермерское хозяйство работает уже 67 лет. Закупочная цена литра этого молока, который идёт по этим молочным трубам, 20 рублей. В магазине, конечно, оно стоит на порядок дороже. Но если переработчики соберутся добавить в него, например, растительное масло, то, конечно, себестоимость упадёт в разы. Введение новых правил маркировки восприняли с облегчением. Люди, которые выставляют, производители, которые выставляют продукт с растительными, с жирами, они будут немножко в другом сегменте работать, то есть изначально. Переработчикам дали полгода на то, чтобы привести упаковку в порядок и написать на ней правду.